В республике увеличено количество коек для оказания помощи больным коронавирусом. Об этом, а также об общей эпидситуации и принимаемых профилактических мерах в преддверии дня общероссийского голосования и курортно-санаторного сезона шла речь на очередном заседании оперативного штаба под председательством главы региона Александра Евсефеева. На сегодняшний день в республике под пристальным медицинским наблюдением находится 1681 человек. В борьбе с коронавирусом помогает и активная идущая кампания по тестированию. Их уже проведено более 45 тысяч. Важным моментом сейчас станет начало курортного сезона. Великие риски увеличения завозных случаев заболевания. Поэтому меры профилактики надо предпринять заранее. У нас есть информация, что машины именно жителей республики едут на юг. При этом есть информация, что проезд свободный по дороге, ни одного досмотра до Крыма, ни одной остановки. И самолетами летят, а выходят из самолета, даже температуру никто не меряет. А при том уровне заболеваемости, которая есть сейчас там, ясно, что это большие риски. И вернуться к нам, и мы вернемся к теме завозных случаев. Если раньше завозные случаи были наши вахтовики, пребывающие на отдых из Москвы, то сейчас завозные случаи это жители республики, которые пребывают с отдыха. Говоря об общей эпидситуации, отметим, что несмотря на стабилизацию обстановки, наполняемость коек в лечебных учреждениях не снижается. На сегодняшний день в восьми медучреждениях республики коечный фонд насчитывает 680 мест. Но, учитывая складывающуюся ситуацию, он будет увеличен до 720 единиц. Где именно они появятся, уточнила профильный министр. Мы дополнительно будем развертывать 20 коек в Волско-Центральной дворской больнице. На сегодняшний день на 70 коеках находится 61 ПЦН. И на амбулаторном лечении по данным Волско-ЦВП находится 289 человек. Есть очень большая, скажем так, перспектива того, что эти 70 коек будут заняты в ближайшее время. И поэтому реально сейчас, для того, чтобы не сорвать лечение больных с пневмонией, завтра, сегодня они уже готовы, завтра мы заворачиваем там дополнительно 20 коек. Кроме того, создается также напряженная ситуация по Северному-Востоку, в первую очередь по Северному и Мари-Туреку. И дополнительно мы заворачиваем Мари-Туреку завтра 10 коек еще в инфекционном отделении. Вероятнее всего, завтра же также будет разорвано с учетом напряженной ситуации по заболеваемости Махтинском районе. Будем заворачивать дополнительно 10 коек в инфекционном отделении Северный Пусты центральной районной больницы. Также министра отметила, что Мари-Туреку стала одним из первых приволжских регионов, где была организована система реабилитации переболевших коронавирусом. Мы от первых приволжском области и одними из многих Российской Федерации развернули 30 коек реабилитации на реабилитационных коек тематического профиля примется отчасти ММЗ. На сегодняшний день проходит реабилитация 33 человека. Мы, по-моему, еще развернули 5 коек реабилитации. И наработали небольшой положительный опыт. И завтра главный приманок нашей республики будет докладывать как положительный опыт Республики Марио в премии здравия Российской Федерации в режиме медиоконференции. Мы этот опыт будем продолжать. И в основном это, конечно, помогает очень хорошо для пациентов, тех, которые перенесли на сегодняшний день искусственную вентиляцию руки и были с выздоровлением относительно выписаны из инфекционных стационаров. В республике успешно применяется практика лечения больных в условиях дневного стационара. Это дополнительные 250 коек, где пациент не только обеспечивается необходимыми лекарственными препаратами, но и всегда исполняет все медицинские назначения. Все необходимые лекарства есть в наличии в полном объеме. Также обстоят дела и со средствами индивидуальной защиты. Стимулирующие выплаты медицинским работникам идут четко по графику. Глава республики отметил хорошо налаженную работу по предоставлению данных медицинской статистики в федеральный центр. Это стало возможным благодаря профессионализму IT-специалистов двух ведущих вузов республики. Теперь все технические сложности преодолены. Полтора месяца назад республика по некоторым результатам работы выглядела не всегда адекватно, по той простой причине, что довольно сложная процедура введения всех данных по статистике, по заболевшим, по выполненным тестам, по запасам СИЗов и так далее. Сегодня я перед заседанием еще раз посмотрел таблицу из федерального центра. Количество недостающих документов по республике Мариэл – ноль. Все представляем, все работаем, поэтому я еще раз говорю, я хочу поблагодарить ректоров, а они поблагодарят своих исполнителей. Но мы обратились к нашим IT-специалистам, которые работают в наших университетах. И иначе быть и не может, и не должно, потому что мы в этом смысле показываем не только работу правительства, а мы показываем все возможности республики Мариэл. И поэтому статистика – это не благое пожелание, а это значимые показатели, которые, вот еще раз говорю, показывают уровень состояния медицинского обслуживания в республике. Мы эту работу делаем. На сегодняшний день жителям Мариэл важно соблюдать масочный режим, дистанцироваться, а людям старше 65 лет по-прежнему предписана самоизоляция. Также в республике продолжится дезинфекция общественных территорий. Таким образом, постепенное снятие ограничений напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в республике и, конечно же, от уровня сознательности ее жителей.